Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаем изучать томаты с помощью коротких-коротких вот таких обзоров. Будем читать на пачках описания, потому что сортов очень-очень много. И выбрать их очень сложно. Все они разные, с разным сроком созревания. Естественно, у них будут разные сроки посева. Следующий сорт, о котором я хочу вам рассказать, Вечный зов. Это крупноплодный, такой настоящий крупный томат. Крупные томаты любят многие, поэтому я сейчас расскажу о нем. И может быть у кого-то на огороде на следующий год появится вот такой томат. Крупноплодный томат Вечный зов. Раннеспелый, детерминантный сорт с плодами-великанами. Для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение не штамбовое, полураскидистое, высотой до 70 см. Низкорослый куст с тяжелыми, мощными плодами, весом, массой до 900 грамм, поражают воображение. Плоды выровнены крупные, плоско-округлой формы, глянцево-красные. Очень мясистые, малосеменные, нежного сахарного вкуса. Сорт пригоден для употребления в свежем виде и для зимних заготовок. Урожайность достигает 5-9 кг с куста. На одном квадрате размещаем 3-4 растения. Но не сложно посчитать, что если 4 растения на метре у вас будет расти по 9 кг. Это производитель, предполагаемую урожайность, обозначает больше 30 кг. Еще раз замечу, повторяю всегда, что урожайность зависит не только от того, какая она может быть, теоретически, но и от вашего плодородия, от вашего региона. Все знают, что в южных регионах у нас больше урожайность, в северных и холодных меньше. Но все-таки, если заявлена большая урожайность, то ясно, что она будет больше, чем у тех, у которых изначально заявлено 3-4-5 кг. Вот краткий обзор сорта Вечный Зов. Низкорослый, детерминатный, но с крупными плодами. Это значит, куст всего 70 см. Это значит, он будет упрощенный за ним уход, это не высокорослый, но плоды вы получите большие. Вот кто попробует, может потом написать отзыв и поделиться своим мнением о этом сорте Вечный Зов. До свидания! С Вами была Ольга Чернова. Продолжение следует... Продолжение следует...